В столичных универмагах организованы дополнительные места для праздничной торговли. Интересом у покупателей в этом сезоне пользуются гирлянды, еловые ветки с шишками, деревянные игрушки. В ассортименте также более ста видов карнавальных костюмов и столько же искусственных деревьев. А ближе к праздникам в продажу поступят и живые ели. Кстати, в Минске уже начали развешивать праздничную иллюминацию и устанавливать ели. Главные рождественские ярмарки развернутся у Дворца спорта и на Октябрьской площади. В санаториях Минской области продолжают проходить реабилитацию люди, переболевшие COVID-19. Сегодня для них свои услуги предлагают здравницы под Молодечной и в Борисове. Среди обязательных процедур скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, физиотерапия, спелеулечения и массаж. Курс реабилитации длится около 18 дней. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в санаториях усилены миробезопасности. Масочный режим, как и по всей Минской области, обязателен. Отменены массовые мероприятия. Книжная новинка о толерантности. Лауреат премии президента за духовное возрождение Владимир Лиходедов презентовал альбом «Шмат национальная Беларусь». Под одной обложкой более четырех сотен открыток и фотоснимков из личного собрания коллекционера. Некоторые представлены впервые. Материалы рассказывают об этническом и конфессиональном многообразии нашей страны. На страницах указаны местечки Беларуси, на территории которых дружно уживались церкви, костелы, синагоги, мечети и протестантские храмы. Издание стало продолжением проекта в поисках утраченного.